всем привет ну что как вы поняли уже из видео начало и название займемся сегодня 5 нашей мл надо сегодня как я и говорил в предыдущем видео провести то поменять масло надо уже у нас тут зима начинается блин туда зима какой 3 декабря у нас короче будем менять маслом фильтра все поменяем еще две свечи накалывая приобрел сейчас покажу какие запчасти с генератором все в порядке зарядка 14 и 1 14 и 2 14 3 без нагрузки сегодня заезжал на диагностику сбрасывали не ошибок ошибки где-то пол для покатался чек не горел потом все-таки загорел так и не работает у нас сервопривод на турбине заслонками которые регулируют короче из-за этого ошибки 5 у вас все там по датчикам воздуху но в принципе не знаю буду еще разбираться конечно надо поискать на будет где у нас что-то предохранитель сгорел муж или еще что-то ну короче надо смотреть почему нет сигнала это обрыв сигнального провода идет ошибка короче будем искать но это будет я думаю на по электрике отдельное видео сделаем но сегодня принципе будет у нас видео по то его замена масла фильтров ну и все остальное давайте посмотрим теперь чем мы приобрели как я и говорю приобрели пару свечек на экзисте они почему-то дешевле заказал довольно быстро пришли еще приобрел такой очиститель контактов но это уже у нас для следующего видео смотреть там это у нас еще это как улыла маска надо было в прошлый раз я заказывал мановский без меня как бы заказать так вроде с виду неплохое не хуже мановского вытащили меня будем также комплекте он резиночки топливный фильтр ямановский заказал то есть такой номер он обычно без датчиков без всего просто принципе такое стоит клапан послали маслоотделитель тоже тоже кром такой самый мозг к дешевому поколению попробуем чё поможет не поможет будет масло отделять это них не отсюда это с мультиками фильтр воздушных два фильтра воздушных тоже как эта фирма интересно даже хотел просто побыстрее чтоб пришли запчасти на зиму пойдут не знаю что за фирма вообще как это дешево заказать но там ждать долго надо было бы поэтому заказал ну и салонный тоже тоже взял и недорогие фильтра в принципе на зиму эти даже не угольные по моему два фильтра просто бумага у нас здесь где-то мы не по городу катаемся в деревне пойдет на зиму все лучше чем забитые в общем вот такие запчасти небольшие ну и масло соответственно я взял масло не буду я показывать какое потому что опять реклама начнется там или что реклам никаких нет ни за это никто не платил в принципе довольно известный производитель сейчас уже особо то ничего и выбора нет у нас поэтому вот так ладно все давайте сейчас первую очередь сливаем масло ну пока стекает разбираем тут все сверху фильтра принципе ничего такого тут особо по разборке сверх естественного нет просто покажем каком состоянии сейчас фильтра посмотреть хотя мы продували летом когда взяли но не меняли уже 5000 наездили там как раз я раз пять тысяч заливали до этого какое-то масло такое не знаю не сильно понятно сейчас получше взяли и как бы не ту вязкость густовато ночи черная далее наверное за пять тысяч около литра это он когда сильно полный уровень был он подъедал масло половина уровня ушло он перестал угла на есть тоже странно почему опять же это дизель для дизеля это не такое уж и еще и плохое даже я бы сказал все сейчас сливаем и ход бы вошло еще сюда там есть что-нибудь у нас так сняли чайку масло есть в принципе я хочу знать еще сказать его меньше чем было до вот отсюда выкидает тоже вот в турбине я ничего не протирал здесь немножко ну конечно вот под этой под по трубкам тут сыроватом он сейчас это протрем все дело сейчас вот ними книжка уже снял датчики еще на две сейчас эти заменить тоже поменять делитель масляный откручивается сейчас я ту сторону там еще на новые ставят стали это старая чистенько здесь убежала у нас тут оригинальный стоит номер видно мы его выкидывать не будем этот масло делить может он даже и рабочий его еще тут как-то скрывается там диафрагма внутри вскроем потом посмотрим ну это сейчас шланг переставим так здесь сняли все фильтра там грязи нет 5000 на них проехали не продували не знаю что их продуть оставить еще так ну это второй вот тут тоже много грязи кстати давайте сравним новые фильтра и старые по качеству так немножко вот эти получше видно эти какие-то такими тоненький тоненький здесь потолще ткань тоньше пойдут принципе сейчас весной заменим надо налить надо налить еще взять получше поменяем свечки на первом и четвертом получается так нормально открутилась но мы проехали давай давай сразу 1 надо купить маленький для таких вещей мелких мелких динамометрический тоже нужно иногда свечки тоже их и дотягивает перетягивать вернее нельзя ну и не дотягивает тоже плохо все все хорошо шланги такие у них мягкие ах ты блядь так и у нас сука улетит извиняюсь за мат сейчас будем откручивать блин или что то я не понимать фильтр то без ушей как так то вроде все повинули а этот он с ушками ли это он в кого на хомуте стоит а да это хомут вот он ему не надо откручивать это хомут он так и есть вот это не видишь что здесь еще резьбы посорваны на 10 это похоже на 11 это вот он на 6 вернее на 7 наверное это на 8 резьба все три болта все разные так ну вот она фильтр фильтрочек а то я что то это напугался так надо сейчас так же его расположить только получается вот здесь получается на хомуте даже манфильтр идет все вроде сориентировали что там масла много нет внутри нет чистенько вот он сервоприл вот он интересно подключен подключен все тоже в масле здесь получается эти заслонки так нормально здесь просто сверху немножко штекер смороны вот говорят на него еще предохранитель мы еще сейчас наверное поищем его конечно что блин на фильтр заменял надо что-то тут маленько это шланг перед грузом нет нормально масляный нет 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 ключ надо купить там кстати вы мне написали для генератора какой шкин и ключ нужен спасибо как говорится знаешь что я за это там вот на генераторе на шкиву тебе не попадалась такая круглая пластмассовая заглушка посмотри может она в яме надо одеть ее туда чтобы грязь в генератор не налетала она была на нем это я когда ставил она у меня улетела куда-то надо было давно скрутить ну фильтр грязненький тоже такой вот фильтр мановский пусть маленько стечет резиночка это все есть давайте пока воздуханы поставим давайте знаете что кстати вот такой вот фильтр стоял это явно какой-то грин фильтр грин фильтр явно он не для зимы посмотрим водичка есть нет распиливать я не буду конечно сейчас сольем но все равно если вода в нем была мы увидим но даже хотя у нас уже к концу недели но раза передают под 30 пока дождь там немножко я хочу докатать и заправиться уже зимние соляры вроде заправки тут бывает иногда вода вот он мановский кстати вот тут даже какая-то трещина качество вставим заменим и это живая отверточки поменять только правильно поставить не как в прошлый раз ну вот как и сливали не знаю почему 8 литров и 89 почему-то так получается посередине надо на начинку литрушечку здесь все-таки у него почти 10 литров хотя вот когда гмоль больше наливала так полный он скатил потом все равно до середины его съедал не знаю почему поездим покатать посмотрим масло хорошая синтетика 0 до 40 вообще у него по сервисной книжке постоянно было залито 10 0 на или 5 на 30 короче на 30 я все-таки решил это ли сюда масло погуще немножко так смотрел по допускам по всей фигне чего заливается можно 0 до 40 это все одно зимнее масло мотор уже сынов как он вроде с капиталки но один уже в гидриках и везде зазоры все но уже есть увеличенный в распредвалах там поэтому думаю она лично мне будет чуть-чуть погуще масла ненамного так ну и чё у нас осталось посол у нас все порядке фига соломный фильтр у нас еще остался вот они правда как-то вставляются сюда в нагляк рантах надо как-то один мять получается его таскал продукт вал довольно стремно и как-то вытаскивать отстоял фильтра носки тоже грязь вот этот видео сильно такой смятый давайте попробуем запихнуть много тут вниз часть как я понял сначала вот это вставляется то ли там не попадает не смялся ничего а листья вот есть под фильтром там маленько мусорок там еще заслонка то ли чё как хошь туда так и вставлять как вот там делал скажите пожалуйста там торчит какая-то фигня видно или наоборот сперва это туда так короче вставляем как-то короче вставим но опять они как-то маленько не хорошо встали я вот думаю может быть они вставляются не по вдоль а поперёк здесь фильтра эти они такие тоненькие кстати эти фильтра по сравнению с тем тяжелым вот так вот он не залезет нет так наверно нифига да короче напишите кто знает короче они вот очень видите как мнутся нехорошо но они кстати и те также почти вставить или что дешманские фильтра не так плохо стоят принципе воздушный фильтр меняется вообще 5 секунд и никакого инструмента ничего все давайте запустим часов так ну вот такой пробег у нас видите как обнулять пока не будем 388 тысяч масло мы меняли 383 тысячи ну как бы можно было но мы маленько перекатали да да уже 300 километров лишних в 388 и надо было через 5000 хотел меня но сейчас на на будем менять тысяч наверное уже 395 тысяч 7 на этом масле будем без может 10 посмотрим но сейчас его сервисную книжку запишу ну давайте запустим сейчас во-первых солярка с электрика на разбираться так у нас вот они горят габариты сейчас фильтр прокачает в рампа не выпал воздух так что я хотел еще показать зарядку показать ну падает видите до 11 вольт вроде все до перестала это датчиком пьет температуры перестала ну вот 13 и 7 на игру но сегодня на сканере я мерил кто-то там говорит что это мало это немало он когда сейчас не забывайте уже аккумулятор посажены свечи два раза грел сверху сейчас ключи на час если следую выключить он сейчас наберет вольтаж до 14 короче 1 2 поднимается спокойно но вот на этом уже показывают видео 13 9 14 2 по сканеру вот сегодня он при мне я смотрел я не знаю может есть какой то есть просадка напряжения вот в этой в розетке вполне возможно тут может коса сам компьютер видит что у него зарядка 14 и 2 14 3 в нагрузку было 14 и 2 меньше не падала так что зарядка все нормально у меня что стало когда фигня с холостым вот тоже что-то появлял вот видите сейчас попробуем еще раз заболевали лампочки но это свечи накалывал падают чего нет так почему это температура ну-ка сейчас посмотрим когда свечи отключаются что дикуди да но перестал котел я не пойму когда свечи отключаются чем там плюс 60 ты гонит свечи не отключаются я не так долго греются не у нас они у них постоянку хреначки даже лампочка ярче загорелась все пошли ну все эту серию на этом как говорится подведем к концу следующие думаю ну не знаю опять же если вы меня сейчас не захейтите если честно я уже надоело мне снимать как не заснимешь что такие завистливые люди не могу понять чего не сниму про эмальку все на сразу зачем она тебе нужна продавая не потянешь что это какая вам разница потяну я не потяну но не потяну я поставлю он у меня сам под забором место еще много как говорится так что вы не переживайте мне нравится пока есть укрепляю в черт службы обслуживаю ничего такого пока в порядке что-то там серьезно поломается в нее часто с электрика осталось не разобраться как по-серьезному ну и следующий у нас еще на то я думаю ближе к весне надо в коробке масло поменять она уже тоже больше 40 тысяч там же на ел на езжен на вижу же 50 подходит на масло грязновато я смотрел поэтому как надо будет тогда радиаторы когда снимать с этих теплообменников под маленько вытекло даже грязное масло короче вот такое было видео оценивайте комментировать надо даже не надо больше и лучше без комментариев как говорится ждите продолжение но на этом всем спасибо за внимание и до свидания ну и про номера не надо больше спрашивать и про постановку на учет я не знаю почему вы не можете понять для чего они висят я уже говорил в предыдущих видео все всем пока